МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках встречи замминистру показали пожарную часть номер 13 и одно из старейших городских зданий, объект культурного наследия федерального значения, пожарную Каланчум. Подробности смотрите в нашем материале. С рабочим визитом в Удмуртию приехал заместитель министра МЧС Российской Федерации Николай Гречушкин. Одной из точек визита стал Сарапул и пожарная часть номер 13. В дире большого нашего праздника, Дня спасателя, прибыл ознакомиться с вашей частью, с вашей деятельностью. В дороге мне начальник главного управления уже рассказал о вашей работе. Хотел бы сразу выразить слова признательности, благодарности за ваш труд, за то, что вы здесь на месте куете честь и славу МЧС России. И самое главное, что самое главное, оказывайте помощь людям. В рамках визита личному составу вручили сертификат на новую аварийно-спасательную технику. Сертификаты ключи от автомобиля Урал 4320 вручаются начальнику Сарапульского пожарно-спасательного гарнизона, подполковнику Фефелову Сергею Андреевичу. Пожарная часть номер 13 стоит на страже безопасности Сарапулы и Сарапульского района. И главной ее гордостью являются, несомненно, люди. Разрешите мне поприветствовать руководство МЧС страны Николая Николаевича Сергея Борисовича и поблагодарить за то, что нашему гарнизону подарено такое важное и нужное подспорье. Ни для кого не секрет, и мы искренне гордимся нашими товарищами, которые служат в подразделениях МЧС на территории города, которые берут на себя всю ответственность за сохранение жизни и здоровья наших горожан. После торжественной церемонии для замминистра провели экскурсию по части и показали условия, в которых трудятся сотрудники, а также рассказали об основных причинах вызова аварийно-спасательных служб. Большая часть пожаров, по словам диспетчеров, происходит в частном секторе. Следующей точкой визита стала пожарная Каланча – объект культурного наследия федерального значения и одно из красивейших городских зданий. 14 декабря 1865 года примета считать днем рождения пожарной охраны города, а главный ее символ – пожарная Каланча – в этом году отметила 135-летний юбилей. В День Конституции в администрации Сарапула состоялось торжественное вручение паспортов. Свой самый главный документ получили 32 школьника. На церемонии присутствовала и наша съемочная группа. В День Конституции Российской Федерации в администрации города Сарапула прошла торжественная церемония вручения паспортов ребятам, достигшим 14-летнего возраста. Первый паспорт школьникам вручил глава города Сарапула Виктор Шестаков. Дата сегодняшней церемонии совпала с большим, важнейшим праздником государственным нашей страны – Днем Конституции. Совсем недавно, на прошлой неделе, также отмечалась дата День Конституции в Удмуртской Республике. И уверен, что вы будете достойными гражданами нашей великой страны, достойными горожанами и уже во взрослой жизни внесете существенный вклад в развитие нашего города, нашей республики и нашей страны. С честью внесите великое призвание гражданина Российской Федерации в Удмуртской Республике. Сегодня школьники с гордостью получают документ гражданина и Конституцию Российской Федерации. Каждый считает, что быть гражданином России значит соблюдать действующие законы и с уважением относиться к истории, культуре и традициям своей Родины. Я получил паспорт, теперь я настоящий гражданин Российской Федерации. С получением паспорта мы становимся взрослее, появляются новые права, обязанности. С чувством патриотической гордости 32 человека сегодня получили документ в торжественной обстановке, а творческие номера стали приятным подарком для всех присутствующих. В Доме культуры «Заря» развернулось настоящее швейное производство. Для бойцов в зоне специальной военной операции добровольцы шьют маскировочные сети. О том, как удалось запустить масштабное производство и как можно присоединиться к проекту, расскажем далее. На втором этаже Дома культуры «Заря» развернулось настоящее швейное производство. Взрослые дети и просто неравнодушные граждане регулярно собираются, чтобы шить маскировочные сети. Инициатива кустарного производства принадлежит Елене Сафроновой. Плетением сетей занимается ее муж. Я ему предложила первую сеть, он мне сплел из своих материалов. Вторую сплел. Я поняла, что долго. Заказали вот такая дель, заказали, раскроили и сейчас мы их уже изготавливаем. Муж научился у своего отца, мой сын научился у своего отца. То есть сейчас вся семья у нас дома или здесь, летем. Сети изготавливают модулями в одном цвете и одном рисунке. Размер одного модуля 2 на 3 метра. Собирать модули в нужном им виде будут сами бойцы. Сейчас в основном идет грязная зима, то есть вот все цвета пока эти востребованы. Зимы как таковой белой зимы еще нет. И ребята сами на передовой смогут уже за счет какой-то естественной грязи задекорировать ветками, грязью и еще чем-то привести уже к своему ландшафту. Работа строится по принципу, каждый делает то, что может. Поэтому плетением сетей дело не ограничивается. Добровольцы шьют, вяжут, собирают посылки и гостинцы. Носки вязанные, бабушки вяжут. Шьют пятиточечники. Вот пятиточечников много. Одна бабушка у нас приготовила 100 леденцов. Карамелек на палочке. Бабулечка старенькая. Поиском материалов тоже занимаются самостоятельно. У кого есть старая тюль, окей, подойдет, несите. Есть девушки, которые шьют. Есть у вас обрезки? Давайте заберем, забираем. Поэтому так и набираются мешки. Соответственно, эти мешки потом привозятся сюда, режутся и сшиваются. Ряды добровольцев постоянно пополняются. Уметь шить и вязать вовсе не обязательно. Достаточно быть готовым учиться новому и искренне хотеть помочь. Новенькие приходят у нас каждый день, волонтеры. Прямо сейчас у нас работают волонтеры. В среду, получается, мы заканчиваем эти сети и уже начинаем плести новые сети. То есть процесс постоянно продолжается. Масштабы работ действительно поражают. А то, с какой любовью и заботой все сделано, не может не вызывать восхищение. Внимание на группу волонтеров обратила и городская администрация. Главе города подробно рассказали, как организовано производство. Слова искреннего восхищения, глубокого уважения, низкий поклон тем женщинам, мужчинам, детям, всем тем, кто принял и принимает участие в этом важнейшем проекте. Откровенно скажу, в каком-то смысле даже неожиданно было от того набора мероприятий, которым занимается, скажем так, это добровольное объединение. Мы будем всецело помогать, поддерживать. Сегодня прозвучал запрос о том, что в центральной части города тоже надо открыть какое-то направление, помещение найти. Мы, конечно, это сделаем, и я своей семьей также включусь в эти мероприятия. Стать частью большого и важного дела может любой желающий. Всю интересующую информацию и график работ можно узнать в группе «Шьем для наших». В Сарапольском ЗАГСе состоялась торжественная церемония чествования золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров семейной жизни. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Чествование юбиляров супружеской жизни – одна из добрых традиций Сарапольского ЗАГСа, которая появилась в 2000 году. Со знаковым событием поздравили 13 супружеских пар. На нашем празднике сегодня присутствуют пары с разным стажем супружеской жизни, 50, 55, 60 лет совместной жизни. Сегодня мы поздравляем в этом прекрасном зале золотых и изумрудных бриллиантовых юбиляров. Поздравить юбиляров супружеской жизни пришли и почетные гости. От себя лично, от главы города Сарапола, от коллектива администрации города Сарапола поздравляем вас с этими замечательными юбилейными датами. Желаем вам крепкого здоровья, тепла, уюта, взаимопонимания, чтобы ваша семья была вам надежной опорой, как и на протяжении всех многих лет жизни. И ваши близкие, родные, ваши дети, внуки, правнуки вас радовали еще долго. По традиции юбиляры ставят подписи в книге почета и принимают поздравления. У каждой пары своя, особенная история знакомства. Тамара Алексеевна и Иосиф Григорьевич Гарасимиф до свадьбы были знакомы всего 9 дней, а в этом году отметили 60 лет совместной жизни. Воспитали троих детей. В большой семье уже трое внуков и внучка. Недавно родился правнук. Василий Андреевич и Нина Михайловна Иванова вместе уже 50 лет. Воспитали четверых детей, которые подарили им восьмерых внуков. Мы свадьбу так не делали. Вечер только был у нас. Ну какой был. Как и сегодня. Симпатичный был. Любили друг друга, любили с первого взгляда. Юбиляров поздравили родные и близкие, предприятия, на которых они когда-то работали, а также творческие коллективы города. Дамы, сестра, сарапул, брат, вместе мы на реках, хлебами, солью встретить рад, край наших друзей всегда. В День Героев Отечества в спортивном комплексе «Сокол» прошел традиционный смотр-конкурс «Служить России суждено». С ветеранами и юными патриотами пообщалась и наш корреспондент. В спортивном комплексе «Сокол» прошел городской смотр-конкурс «Служить России суждено», собравший шесть команд из Сарапола. Традиционно участие в конкурсе принимают старшеклассники и студенты. Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит День Героев Отечества. И каждый из вас мысленно представляет себе этого человека. Но мы с вами прекрасно знаем, что сегодня, сейчас наши мужчины находятся, защищая Родину, нашу Россию, специальные военные операции. Каждый из вас мысленно с ними. Я предлагаю вам сегодняшнего мероприятия посвятить этих ребятам. Конкурс проходит по инициативе Сарапольской городской общественной ветеранской организации совместно с Управлением культуры, спорта и молодежной политики города Сарапола. «Придет время, когда вы встанете на защиту нашего Отечества. И нам хотелось бы, чтобы вы выросли достойными сынами нашей Родины, способными действительно защитить нашу Родину и достойно служить ей». Испытания команды проходили по станциям. Сборка и разборка автомата, надевание противогаза, интеллектуальный конкурс капитанов. Конкурс на лучшую стен газету, общая физическая подготовка, оказание первой медицинской помощи. Одним из самых эффектных конкурсов была и остается строевая подготовка. «Единая судьба, мы связаны с тобой, друг мой, Слушай, Россия, Слушай, вот тебе, Слушай, Россия, Слушай, вот тебе, Слушай, Россия, с тобой». Также впервые в этом году к программе добавили еще одну дисциплину – плавание. Оценивают способности юных патриотов и сами ветераны. Конкурс появился в 2013 году и с тех пор неизменно вызывает интерес у подрастающего поколения. «Гордость за ветеранов, за то, как они себя показали на войне и как-то поднимают дух». «Такие люди – хорошие примеры подрастающего поколения». По итогам смотра конкурса первое место заняла команда школы-интерната номер 19. Девятого декабря в День Героев Отечества юно-армейцы Сарапова смогли задать интересующие вопросы Сергею Пименову, участнику боевых действий в Чечне, начальнику Сарапольского межрайонного отдела вне ведомственной охраны. О том, как прошла встреча, расскажем далее. В День Героев Отечества в зале Дома культуры «Заря» прошла встреча участников юно-армейского движения с Сергеем Пименовым. Сергей Александрович – начальник Сарапольского межрайонного отдела вне ведомственной охраны, майор полиции, а в прошлом – участник боевых действий в Чечне. Ребятам показали небольшой фильм о героях, а затем предложили задать Сергею Пименову вопросы. Большинство из них касались его военного опыта в Чечне. Как служба изменила вашу жизнь? Так, служба. Ну, я переменился вне отношения к дому, к родителям. Произошла оценка, вообще переоценка в людях, что люди бывают очень разные. Война, служба в армии это показывает прямо, обнажает. Ну, в принципе, думаю, что я разобрался сам с собой, понял, на что я способен, на что я не способен. Ребята спрашивали не только про случаи на передовой, но и про адаптацию после возвращения домой. Как раз я пришел в сентябре, в конце сентября, октябрь-ноябрь получился, и да, вот эти бомбочки, сейчас тоже же есть, вот, когда они взрываются, там, мы с братом идем, вот, взрывается, он идет нормально, я лежу в этом, ну, в канаве, да. Проект «100 вопросов взрослому» позволяет в неформальной обстановке пообщаться с представителями разных профессий, а у ребят вызывает самые положительные эмоции. Встреча понравилась, очень хороший человек. Мне очень это мероприятие понравилось, запомнилось, буду вспоминать. Завершилась встреча на приятной ноте. Сергей Пименов нередко радует горожан вокальными номерами, и в этот день вместе с юнормейцами тоже исполнил песню. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы в пламя, понимаем в России знания. Межмуниципальный отдел МВД России «Сарапольский» рассказал об итогах работы за минувшую неделю. Участились случаи мошенничества. О том, как не попасть на уловки злоумышленников, смотрите в нашем материале. За минувшую неделю на территории «Сарапола» сотрудниками ГИБДД выявлено 205 нарушений правил дорожного движения. Семь водителей были отстранены от управления транспортным средством, так как находились в состоянии алкогольного опьянения. К четырем водителям была применена мера в виде административного ареста. Зарегистрировано 15 фактов дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и два факта ДТП с пострадавшими. 28 ноября водитель автомобиля «Тойота», мужчина 54-го года рождения, двигаясь по автодороге «Сарапол-Каракулина», не справился с управлением транспортным средством и выехал на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем «ГАЗ» под управлением мужчины 62-го года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» скончался в медучреждении. Пассажир автомобиля «ГАЗ» получил телесные повреждения. На прошлой неделе в Сарапольский отдел МВД поступило 472 обращения от граждан. Участились случаи мошенничества, особенно в крупных размерах. В конце ноября 60-летняя сарапольчанка нашла объявление в сети интернет об инвестировании, где оставила свои контактные данные, после чего с гражданкой связался злоумышленник. Злоумышленник сообщил о том, что ей доступна выплата в сумме 8 миллионов 800 тысяч рублей, но для ее получения необходимо внести залог в размере 2 миллионов 200 тысяч рублей, на что гражданка ответила, что данных денежных средств она не имеет. Мужчина предложил ей оказать содействие в оформлении займа, на что женщина согласилась. После получения заемных средств она совершила 4 платежа в общей сумме на 2 миллиона 200 тысяч рублей на счета злоумышленников, о чем сообщила звонившему. Спустя несколько дней женщине вновь позвонил злоумышленник, сказал о том, что ей доступна выплата, но для ее получения необходимо внести дополнительные денежные средства в виде налога в сумме 912 тысяч рублей, после чего женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 2 миллиона 200 тысяч рублей, на данный момент проводится проверка. Межмуниципальный отдел МВД России Сарапольский напоминает гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность, не поддерживать разговор с неизвестными, предлагающими получать дополнительный заработок в сети интернет, не скачивать дополнительные приложения на мобильные устройства и в процессе телефонного разговора не входить в онлайн-сервисы своих банков. Если в отношении вас было совершено подобное преступление, обратитесь в ближайшее отделение полиции. На этом у нас все новости. Эфир программы «Сарапол новости» вы можете смотреть в четверг на канале «Удмуртия» в 19.35. Повтор программы в пятницу в 7.35. Смотрите нас на 21-й кнопке у всех кабельных операторов на спутнике в Триколоре и телекарте, а также в удобное время на сайте администрации города и ее страницах в социальных сетях. Далее эфир продолжит прогноз погоды. Добрых вам дел и только хороших новостей! Субтитры создавал DimaTorzok